я рада приветствовать всех на моем канале меня зовут татьяна сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению фигурных шпилек для волос на зажимном приспособлении для моделирования проволоки аналоги викджик ссылка на это приспособление будет в описании под видео делаем набор штырьков на зажимном приспособлении для расширения петель можно использовать пластиковые трубки от старого пульверизатора или от баллончика с монтажной пены разрезаем трубку на кусочки и нанизываем на штырьки проволоку 2 миллиметра укладываем на зажимное приспособление оставляя конец 9 сантиметров 1 2 2 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Концы отбиваем сильнее, обтачиваем и закругляем с помощью напильника. Делаем чернение серной мази. Как делать чернение смотрите подсказку. Чтобы иметь не темнело, можно покрыть заготовку бесцветным лаком для ногтей. Отмеряем 110 см проволоки 0,4 мм. Складываем ее пополам и цепляем место сгиба к заготовке. Нанизываем большую бусину и оплетаем ее, смещая проволоку на одну позицию. В конце ролика вы увидите другие украшения для волос. Шпильки, гребни, корону, заколку. Все мастер-классы вы найдете у меня на канале. Когда-то существовало Третье Медное Царство. О нем мы узнаем из книги пророка Даниила в Ветхом Завете. Вавилонский царь Новокудоносор захватил Иерусалим и увел людей в плен. Среди них был Даниил, которого обучали халдейскому языку, чтобы он служил при дворе царя в Вавилоне. Даниилу Бог даровал знания и разумение всякой книги и мудрость, а также разуметь и всякие видения и сны. Новокудоносору снился сон, и он потребовал от мудрецов не просто истолковать его, но и угадать само содержание сна. Его собственные мудрецы-халдеи не смогли рассказать ему ни сна, ни его значения, поэтому он принял поспешное решение убить всех мудрецов, включая Даниила. Даниил просил Бога раскрыть ему тайну. В ответ на молитву Господь в ночном видении открывает содержание царского сна, и Даниил идет к царю и говорит. Тебе, царь, было такое видение. Вот, какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные. Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прав. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Год сон, скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя, владыку, над всеми ими. Ты, эта золотая голова, После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И как персты ног были частью из железа, а частью из глину, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сукрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Истукань символизирует четыре языческие державы, которые будут править миром. Новоподоносор – абсолютный монарх Вавилон, золотая голова, персия – серебряные руки. Одна рука представляет мидию, другая – персию. Медные чревые бедра – это Греция, третье царство. Рим – ноги из железа, которые представляют восточную и западную половину империи. Пальцы на ногах из железа и глины – возрожденная римская империя. А десять пальцев – десять царств. Камень, который оторвался от горы без содействия рук – это Господь Иисус. Он уничтожит эти четыре царства и будет править всей землей. Царство его будет вечно. Когда царь Новоподоносор услышал мудрые слова Даниила, то поставил его правителем над Вавилонской областью и начальником над всеми мудрецами страны. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова